Здарова! Сегодня идем за змеем. Первый. Это будет живая хурма, там как-то свежая хурма. Это нам нужно будет для выполнения одной из концовок. Нужна, значит, техника купловод. Дважды R1 для плойки. Ну, вот он нам теперь запустит змея и будет держать этот механизм. Теперь перемещаемся обратно к идолу. И побежали. Хотя, в принципе, можно было и не перемещаться. Здесь, ну, останавливаться нет смысла. Все это мы проходили, все поформили. Поэтому просто пробегаем. Здесь прыгаем наверх. И продолжаем бежать. Тут в окошко. И можно поговорить с этой папкой, но вот эти монахи у вас будут кидать ко мне, поэтому лучше постоять, подождать. Вот она нам рассказала про хурмуиду. Ну, по сути, сердце змея. Слово сбросил. Ну, а теперь можно бежать к воздушному спину. Я это делаю первый раз, поэтому не сразу его нашел. И вот сюда, на большое дерево. Вот, собственно, и он. Здесь прыгаем. Ну, и дальше активно жмем L2, ну, то есть прыжок-прыжок, который... И все. Здесь будет новый идол, новая точка. Кстати, дальше, а через какое-то время здесь появится чувачок, который торговцем подрабатывал в замке Осина. Но это, по-моему, дальше будет. Вернитесь, увидите его. Чтобы убить змея, здесь нужно пройти желательно до конца, чтобы не слететь. И хорошенечко прыгнуть. И здесь будет второй атак. Жутко много крови. Вот, собственно, это сердце. Хурма. Сейчас он выглядит как ниндзя. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok